Владимир, привет. Ну что, бодренькие были две недели, скажем так, но, безусловно, все произошедшее, включая мятеж Пригожно, отразится и на экономике сейчас, и, безусловно, в будущем. И, помимо прочего, конечно, экономические события тоже происходили в большом объеме. В частности, наши с тобой пари уже близцы к завершению, как будто, потому что официальные курсы уже... Видите, какой довольный Владимир Милов. Сразу понятно, почему. Евро уже 97 на момент записи, доллар 89, и, собственно, бесконечность не предел, как говорил персонаж известного мультфильма. В общем, давай разбираться, расскажи, пожалуйста, что за эти две недели действительно заслуживает внимания и на что бы ты рекомендовал обратить внимание наших зрителей. Да, всем привет. Ну, конечно, с такими веселыми событиями вроде как кажется, что недоэкономики, хотя это все, на самом деле, напрямую связано, и стоит обсудить тоже экономические последствия. Самое то, что вы видите перед глазами, это, конечно, курс рубля. Ну, и, кстати, я вот хотел уточнить, потому что все же это происходило в выходные, сам мятеж, и мне начали писать, что я, типа, выиграл спор, потому что некоторые банки установили курс 100 рублей. Нет, мы с тобой по ЦБ договаривались. Да, но мы, еще раз, я считаю, что мы договаривались очень четко по Мосбирже, и Мосбирже не работало, так что не счетово, и пока вот ждем, как он медленно-медленно туда ползет. Но вот сейчас, вот буквально перед началом этой записи он сходил на 89 рублей за доллар. Надо сказать, что никаких вот реальных рыночных оснований для такой быстрой девальвации нет. То есть, это все связано с вот этой общей дестабилизацией и с потерей доверия инвесторов. Я думаю, что мы и дальнейшую девальвацию тоже увидим. То есть, на рынке самом, там вам что-то будут рассказывать про какие-то налоговые платежи, цены на нефть, но там реально ничего такого не происходит, чтобы рубль так девальвировался. Это все вот из-за этой фигни. Слушай, а я тогда сразу тебя спрошу, я тебя сразу тогда спрошу, потому что вообще ты, в том числе, вот в наших видео говорил, что это осознанная политика, собственно, экономического блока по сдерживанию курса рубля, то есть, по его там накачке, чтобы он не слишком сильно падал. И есть там всякие, ну там, телеграм-каналы и прочее, которые пишут, что вот как раз принято решение просто больше не держать его, и чтобы он, значит, там уплывал, куда он захочет. Ну, первое, я всегда к вот этим разговорам, что вот эти резкие движения рубля, они инспирированы какими-то там действиями властей. Я отношусь очень скептически, потому что я, во-первых, не вижу, чтобы они могли вот прям так, у них нет инструментов так влиять на это дело, да. То есть, это все-таки более рыночная стихийная история. Но смотри, здесь, если ты внимательно послушаешь все их комментарии про курс рубля, и для его влияния на экономику, то видно, что да, им девальвация выгодна, но им не выгодно ничего резкого. Им выгодно только плавное, плавное, контролируемое, да. Потому что резкая девальвация, например, они вот уже говорят, вот сейчас мы дойдем до того, что Центробанк фактически объявил, что будет повышать ставку, это очень плохо для экономических перспектив, и они говорят связи с тем, что вот будет это делать, что ускорилась инфляция, и девальвация рубля вносит в это дело решающий вклад, да. Потому что, условно говоря, все, что импортируется, становится дороже, значит, это транслируется в цены. Поэтому им выгодна девальвация, но такая мягонькая, контролируемая, да, вот как Люцик у меня здесь, да. Но он бывает, если он взбунтуется, значит, он начинает кусаться, бывает неконтролируемый, и летят клочья. Вот это примерно то, что сейчас происходит. Вот я хотел объяснить связь между всеми этими событиями и рынками. Здесь дело вот в чем, что вот теперь это такое водораздельное событие, теперь в любом инвестиционном меморандуме будут всегда про это писать. Потому что инвестиционный меморандум – это когда вы куда-то хотите вложить деньги. Вот кто-то имитирует акции или ценные бумаги, или зовет вас как инвестора, там, значит, вот, типа, придите сюда, там, постройте мне что-нибудь, да. Всегда есть инвестиционный меморандум, который в том числе оценивает риски, в том числе и страновые политические. И вот до этого мятежа там везде писали, что Россия, да, конечно, война, да, конечно, санкции, но там стабильный политический режим, который просуществует еще 500 тысяч лет без изменений, и вот если вы с этим режимом договорились, значит, у вас, типа, все хорошо. Теперь в этих инвестиционный меморандумах всегда будут писать, что там есть риски дестабилизации, внутренних конфликтов и гражданской войны. Они будут обязаны это написать, иначе за это последует наказание за введение инвесторов в заблуждение, да. Ну и когда ты инвестор и вот это читаешь, то ты начинаешь понимать, что это как бы еще не Судан и не Ливия, да, но это уже вот переход вот в ту категорию, когда все... Ты знаешь, на самом деле важный момент, что у очень многих западных инвесторов были предприятия вот на всех этих оккупированных территориях Украины, и было очень много случаев, как их просто разнесло к чертовой матери, там какой-то, я не знаю, завод Эрли Кит в Янакиево, да, и это значит вот, то есть все, что нажито непосильным трудом, просто вот когда вдруг две какие-то группы вооруженные начинают меситься, значит, просто вашего завода нету, да. Вот, то есть инвесторы обязаны вот это дело таким образом оценивать, поэтому это будет иметь очень долгосрочные шоковые такие последствия. Мы говорили в прошлый раз, и сейчас к этому вернемся, что главный вопрос для российской экономики – это будут инвестиции или нет? Да, вот видишь, вот все переходит в ситуацию вооруженного мятежа здесь, да. Ну да, то есть еще не суда, но, так скажем, исторические аналогии с Российской империей на ее закате и последующим там национализацией, отъемом и всего прочего наверняка приходят в голову многим инвесторам, независимо от того, насколько они обоснованы или нет. 100% более такая жизненная аналогия, например, это западные Балканы, то есть бывшая Югославия, которые из-за войн в 90-е стали такой большой инвестиционной ямой, туда никто ничего не шел, и это очень сильно усугубляло там ситуацию, да. Вот, таким образом… Извини, а я правильно понимаю, что эти риски, они не только вот там, менеджмент рисков существует не только в условно-европейских компаниях, но и там в Китае, и в Индии, и во всех остальных компаниях, с которыми Россия очень надеется сотрудничать? Абсолютно, они работают по всем одним и тем же законам, и у инвесторов вот дилемма, да, то есть ты хочешь, тебе нужен построить какой-то завод, там, я не знаю, полимеров или обуви, да, и ты выбираешь, где ты его построишь – в Вьетнаме, в Индонезии или в России. Вот у инвестора стоит… у него не стоит вот выбор, типа, просто вот Россия мне нравится, давай-ка, значит, я вот денежек туда там подкину, да. Он хочет сделать что-то, чтобы создать себе прибыль, стоимость и так далее. И вот у него стоит выбор, где это сделать. Вот, собственно, оценка этих рисков – это нужно для критериев выбора того, ты куда хочешь инвестировать, там, будешь завод строить в Румынии, в Турции, там, в Вьетнаме или в России, да. И вот здесь Россия прям очень-очень сильно просила после всех этих событий во всем этом рэнкинге таких сопоставимых стран с какими-то там не очень понятными режимами, где-то какие-то есть свои проблемы, но зато там, например, есть, там, допустим, возможность долгосрочный контракт с правительством подписать, какие-то льготы получить, там, дешевая рабочая сила, допустим, да. Но кроме этого есть такой риск, что тебя могут завод разбомбить, например, да. Вот. И вот в Индонезии нет такого риска, да, во Вьетнаме нет такого риска, а в России вот теперь он вот есть, да. И, конечно, здесь это повлияет очень сильно. Здесь вот важный момент, что прошло 16 месяцев с начала полномасштабного вторжения, ни одного инвестиционного входа на рынок не было. Ни от китайских инвесторов, ни от индийских, ни от ближневосточных. Они только работают трейдерами нашего сырья на мировом рынке и поставляют к нам товары по импорту взамен утраченных западных, да. Ну, то есть, просто высасывают ресурсы, по сути. Высасывают, да. Но входить они не входят. Они как бы стоят у двери и говорят, мы вас любим, но нет, спасибо, да. И вот теперь они точно не войдут. Вот, мне кажется, это главный вывод из этого всего. И это, в том числе, отражается вот в таких индикаторах настроения инвесторов, как курс. Ну, и еще одно, конечно, последствие – это вот то, что Путин озвучил эти цифры финансирования Вагнера. Тут есть тоже что интересного обсудить. Ну, давай тогда обсудим. Собственно, выяснился, ну как, это был секрет Полишенеля, да. Но это был секрет Полишенеля для нас, для массовой общественности, конечно, ЧВК Вагнер был именно ЧВК, то есть частной военной компанией, которая финансировалась, соответственно, за средства Пригожина. Когда его спрашивали, он тоже говорил, я вот трачу свои личные деньги. Откуда у него личные деньги, он, конечно, не особо сообщал. Но, тем не менее, значит, теперь Владимир Путин выходит и рассказывает, что действительно, смотрите, это все было весь этот праздник, да, как это, планировались аресты, потом торжества, потом решили совместить. Все это было за деньги, собственно, российского бюджета, оттуда выделялись они, и Владимир Путин проспонсировал мятеж, и Владимир Путин, соответственно, также намекнул, что, а еще и не факт, что все эти деньги там доходили, куда шли. Это вообще довольно интересная, но уже скорее политическая история. Зачем Владимир Путин вдруг вспомнил, что эти деньги Вагнеру давались, и что они не факт, что доходили куда надо, сюда мы сильно углубляться не будем. Но, тем не менее, да, вот рассказал, что огромное количество миллиардов было потрачено на группу Вагнер. Собственно, как ты это воспринимаешь, и, на твой взгляд, насколько это заявление действительно некоторым образом меняет восприятие происходящего? Ну, смотри, если здесь действительно останавливаться только на экономическом аспекте, то деньги, конечно, он озвучил огромные совершенно. То есть, вот почему-то все называют только одну цифру, 86 миллиардов – это прямые расходы на Вагнер за год. Но он тут же через запятую еще назвал 110 миллиардов страховых платежей. Это тоже надо учитывать, потому что это фактически государство покрывало им страховку, то есть напрямую финансировало какие-то их расходы. То есть, это и того получается 200 миллиардов на всю вот эту, как бы, несколько тысяч человек. Хорошо, допустим, их 25 тысяч, да? На всю российскую армию, на денежное довольствие, бюджет годовой утвержденный – 900 миллиардов. На всю армию, не намного больше. Я, так знаешь, грубо прикинул в уме, и получается, что, ну, допустим, в армии где-то полтора миллиона человек. То есть, это 700-800 тысяч военных и 900 тысяч гражданский персонал, да? Это получается на одну единицу персонала в среднем, типа, 500 с чем-то тысяч в год. Если поделить на вагнеровцев по 8 миллионов на одного вагнеровца и по 500 тысяч на одного вагнера. Слушай, это пипец. То есть, во-первых, вот теперь, знаешь, сделали такое экономическое открытие уровня Нобель, да? Что если больше платить на одного бойца, то он лучше воюет, да? Удивительно, да? Просто сенсация, да? Во-вторых, на мой взгляд, здесь очень важно вот эти цифры, их бы разнести, конечно, и пропагандировать. Потому что это надо показывать в военном. Посмотрите, как вагнеру переплачивают. А вас держат, значит, заставляют там воевать в Украине и держат на нищем пайке. Слушай, а у тебя есть понимание? Это цифра за 2022 или за год, типа, вот, я не знаю, от июня до июня? Я понял, он озвучил это за 12 месяцев. Именно, по-моему, с мая 2002-го. То есть, это за 12 месяцев нарастающим итогом, да? Не за календарный год, а за 12 месяцев. Но это, то есть, имеет смысл сравнивать с таким же годовым, как бы, бюджетом 12 месяцев Минобороны. То есть, грубо говоря, Минобороны всех держат на голодном пайке, а вагнеру, значит, щедро выписывают там. То есть, условно говоря, если бы вот эти деньги, например, направили на армию дополнительно и на денежное довольствие, то там им, как бы, была существенная прибавка к зарплате. Но это все отдали вагнеровцам. Думаю, конечно, что из этого, значит, что-то еще они там стырили, да? То есть, явно там сидит какой-то биг-откат. Но это вот очень интересный такой момент. И мне кажется, здесь надо вбивать клин. И здесь Путин-то сейчас пытается изобразить, что он, типа, как бы ни при чем. Но надо всем объяснять, что вот видите, значит, там, что жируют-то на вас вот эти вот все. И посмотрите, сколько им дали денег. Просто надо понимать, что деньги эти достаточно огромные. Это очень немаленькие суммы, которые он озвучил. Они сопоставимы со всем армейским бюджетом на вот эту относительно небольшую группу. Согласен с тобой. Ну, понятно, что тут надо еще корректировать выкладки. Потому что там 25 тысяч – это то, что осталось. А так-то их было 50. Там мясорубки в Бахмуте туда-сюда. Но основной посыл понятен, что, безусловно, Вагнеру давали больше гораздо денег. Причем там же еще непонятно, кому давали. То есть, были, например, те, кого из тюрем забирали. Причем под списание сразу, скажем так. И понятно, что до них деньги там почти никакие не доходили. То есть, кому-то походило еще больше. Сколько Пригожин лично там вот с фурами своими, ну, не фурами, автобусиками, как он говорит. Значит, у него газели, два автобусика, как говорил, с миллиардами налички, которые были найдены. Это все, конечно, очень интересно. Но клин между армией и руководством, которое на эту армию деньги расходует. Благо, вбили еще до нас и продолжают вбивать, собственно, сама армия своими действиями. Ну, в общем, давай тогда переходить к еще одной такой истории, про которую все вообще, наверное, забыли. Ну, в общем, есть у нас Питерский международный экономический форум. Насколько он экономический международный, сказать сейчас сложно. Но то, что Питерский форум, можем сказать однозначно. Значит, теперь там десантники рвут грелки зубами, развлекая гостей. Но помимо этого еще и есть какие-то разговоры. Разговоры о том, что происходит, разговоры об экономике, что с ней сейчас и что с ней будет в будущем. Есть ли там что-то интересное, что привлекло твое внимание? Да, конечно. И ты знаешь, я же не знал, что Пригожин готовит путь. Я вот этот выпуск готовил как скучную дискуссию. Действительно, события важные, потому что наговорили они там много. И это, на мой взгляд, реально очень интересно и много говорит о будущем. Но за две недели вообще это дело выпало просто напрочь из информационной повестки. Сейчас мы вас чуть-чуть вернем, потому что там можно заглянуть в хрустальный шарик. И, кстати, вот важный момент, что после вот всего этого дела и всех этих событий выступил зампред Центробанка Заботкин, который сказал, что будем таки повышать ставку в июле. Ну, вот у них плановое заседание Совета директоров 21 июля. Ну, это очень плохо. То есть, это говорит о том, что инфляция пошла. Они оценивают инфляционный риск как очень серьезное. И в целом, знаешь, вот интересный момент. Я много на западных площадках выступаю по поводу санкций. И там все как бы считают, что санкции не работают. В российской экономике все отлично. Я им всегда говорю, вот представьте, что у вашего Центробанка в вашей стране была бы ставка 7,5. И они сказали, что они ее будут повышать, потому что инфляционные риски очень высокие. Вот вы бы как оценивали? У вашей экономики там все нормально и хорошо? Они говорят, нет, мы бы устроили истерику, сказали, что это кризис и эписец. Вот, а там другая история была. Я сейчас дам небольшую нарезочку выступления оттуда. Другая история – это серьезное обсуждение повышения налогов, потому что денег нет. То есть, Силуанов прямо сказал, что дефицит дальше раздувать некуда, деньги из воздуха не берутся. Поэтому вот Греф ему прямо спросил, типа, ну что, будем налоги повышать? И он в целом сказал, что альтернатива простая. Либо мы ничего не финансируем и просто экономим расходы. Либо, значит, придется повышать налоги, другого варианта нет. Ну, кстати, очень интересно еще, что на этом фоне там Путин выступил с абсолютно потемкинской такой речью, которая вот как хуже, чем у Брежнева, просто была оторвана вообще от всего. То есть, он вот хвастался там, например, он сказал, что нам надо увеличить объем инвестиций до 30-го года в 5 раз. Это он говорил на фоне того, как вот пришли данные, что в первом квартале инвестиции ушли в ноль и рост прекратился. Он говорил о том, что у нас рекордно низкая инфляция и безработица на этом фоне. Центробанк говорит, что инфляция ускорилась, из-за этого они будут поднимать ставку. На этом фоне Росстат публикует очередной отчет, где говорит, вот мы это обсуждали с тобой, что больше 4 миллионов скрытые безработицы и неоплачиваемых отпусков и так далее. То есть, вот вся картина, которую рисует Путин, это абсолютно потемкинская тема. Но в целом я хочу, чтобы вот я сделал такую нарезку для зрителей, я хочу, чтобы вы вот послушали, вот если читать между строк и вылавливать у них признание в правде о ситуации, то вот просто послушайте наших там всяких разных высоких мужей, которые с трибуны говорили, и про то, что Индия с Китаем нам ничего не дают, кроме как требуют скидок, и про то, что дальше уже дефицит раздувать некуда, придется налоги повышать, и про инфляционные риски, и про все. Вот нарезочка такая немаленькая, но я думаю, что все это стоит посмотреть. Пару дней тому назад услышал от первого заместителя председателя правительства, что наконец-то пошли бизнесу навстречу, он просил, чтобы дать ему возможность заплатить налог, и правительство пошло навстречу, дали возможность заплатить налог. Нет-нет, это вот это взаимопонимание с бизнесом, оно становится все лучше и качественнее, я с вами абсолютно согласен. Все-таки будет ли повышение налогов в следующем году? Простой вопрос. Да. Простой вопрос, действительно. А будет ли повышение расходов? Похоже, что да. Ну тогда надо понять, кто за них заплатит. Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, значит, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляцию и ставки, за это заплатят население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Либо мы все-таки наши дополнительные расходы возьмем из действующего бюджетного пирога и сделаем так, что те траты, которые сегодня есть, их перенесем либо на потом, либо отложим и включим то, что сейчас нам надо. Это самое правильное, но это самое тяжелое. Это менее всего реализуемое, как по практике показывается, к сожалению. Но именно так надо делать. Понимаете, увеличивать расходы, я просто еще одну цифру скажу. Мы за последние три года, с 19 по 22 год, увеличили расходы в полтора раза. Представляете, в полтора раза. Был 18, стало 29 триллионов рублей. Ну куда дальше, это уже просто невозможно. Поэтому самый лучший ответ – залезть внутрь и оттуда найти расходы. Так вот, я поэтому начать бы хотел со строк Игоря Губермана. Такой четверостиши, который мне как раз напоминает на то, что у нас четыре основных выступающих на панели. На высокие наши стремления, на душевные наши нюансы, на туманное духо томления очень грубо влияют финансы. Вот. Ну нет, поэтому вот к вам вопрос, вот грубо влияют финансы. Где взять деньги в такой ситуации? И какой должна быть бюджетная политика? Вот, строго говоря, об этом начали говорить. Просто вот хотелось бы услышать, вот, потому что без бюджетной политики определение все-таки, где берем деньги, наверное, вот все эти разговоры становятся теоретическими. Какая должна быть бюджетная политика? Сбалансированная должна быть бюджетная политика. Выдушевляет. Да. Потому что, ну, смотрите, всем хочется потратить, да? И вот, ну, дать больше денег, все насчет расти, свести. Не всегда это так. Так, если посмотреть, вот, макро, да, вот, как Эльверсихи, тоже, мы сегодня ссылаемся, Эльверсихи, на вас, сегодня целую панель. И правильно, потому что вы на правильные слова говорите. Ведь сейчас, смотрите, сейчас, когда у нас идет, ну, мы видим элементы разогрева экономики. Увеличивать, такой, бюджетный стимул, увеличивать бюджетные расходы в условиях, когда доходы поступают, они не так, ничего критичного нет, Андрей Михайлович. Мы, вообще-то, сейчас, планируем войти в план по доходам в целом, по нефтегазу и не нефтегазу. Но увеличивать, увеличение этого дефицита, это как масло в огонь-то подкидывать. Когда экономика растет, мы еще бюджетными стимулами будем заливать, значит, дополнительную экономику. Ну, к чему это? Это инфляция, ставки, вот о чем мы все говорили. Это нельзя допустить. На мой взгляд, у нас есть риски. Извините, Центральный банк опять о рисках. Что мы путаем активность государства в условиях кризиса, которая должна быть, с тем, что мы хотим постоянно управлять экономикой. И вот этот соблазн управлять структурной перестройкой экономики, он может привести к тому, что мы подавим частную инициативу. Я уже не говорю о риске, в крайнем случае, реставрации плановой экономики. Кажется, что это невозможно, потому что у нас все рыночное. Но на самом деле государству достаточно у себя сконцентрировать право принимать решения, какие производства, какие проекты нужно развивать и куда направлять финансовые ресурсы вместо частной инициативы. На мой взгляд, это большой риск, потому что структурная перестройка, вот чем не является структурная перестройка? Это точно не про то, чтобы совершить большой рывок по широкому кругу отраслей за счет бюджетных трат, за счет государственного долга. То есть вместо государственного... Когда вы говорите слова, посмотрите на Силуанова. Просто вот это счастье. Ну вот понимаете, вы человеку счастье сделаете. Но дело в том, что здесь вопрос не только в том, что бюджет под риск ставится, но мы получим, если мы так поступим, мы получим недоступность частного кредита. Ну либо высокую инфляцию, чего мы постараемся не допустить. Это частный сектор должен принимать решение, куда что перенаправить, а государство должно создать для этого условия. Потому что если, вот поймите, если бюджетные, мы же это проходили, если бюджетные расходы на производство проекта растут масштабно, тогда предприниматель что думает? Гораздо эффективнее добежать, получить льготы, чем проявить себя в конкуренции, чем, соответственно, повышать производительность. И это означает не отбор самых эффективных. А структурная перестройка, даже если мы говорим об отраслях, мы же говорим о том, что мы должны стать более эффективными, более производительными. У нас, вот вы сами сказали, мы выстраиваем экономику с дружественными странами. Я вообще считал, что экономические отношения – это отношения выгоды. Это не выгоды. Нет, а я как раз и жду, что вы сейчас скажете, наконец, кто прав, кто виноват, тот же должен быть судьей. Так вот, отношения выгоды. А у нас, вот как я понимаю, дружественные отношения Китая, Индии, мы поставляем Индию со скидкой, с очень большой скидкой. Вот я бы хотел понять, поскольку дружба в обычных наших отношениях безгранична, насколько большой может быть дальше эта скидка. Является ли это дружбой по отношению, ну, если когда мы говорим о себе, что мы им представляем скидку по дружбе, или является дружбой то, что они у нас берут только такую скидку? Ну, то есть, вот смотрите, это получается комбо такое. То есть, с одной стороны, неизбежное повышение налогов, с другой повышение ставки Центробанка, это вот официально, это не мы здесь что-то выдумываем, да. И в этом смысле они сейчас хвастаются тем, что у них вот после первого удара прошлогоднего идет какое-то восстановление экономики, но это все абсолютно будет подрублено, потому что инвестиций нет, инвесторы не приходят, ставку повышают, кредиты станут дороже. И, кроме всего прочего, очевидно, фактически, признание полное, что других вариантов финансировать всю ситуацию, кроме как повышения налогов, нету. Ну, никогда у нас в истории не было так, чтобы повышение налогов не приводило к замедлению роста или спаду. Это вот всегда так было. Это было и в 90-е, и в, там, начиная со второй части нулевых годов и так далее. То есть, здесь это чисто арифметическая зависимость. Поэтому вот они сами очертили такую перспективу. Сейчас у них такое еще продолжается банкетная вечеринка, что они празднуют какие-то неплохие цифры восстановления в сравнении с провальным вторым кварталом прошлого года. Но они уже признают, что это все заканчивается. Кстати, очень важный такой момент, что они выбрали там две трети военного бюджета за первые пять месяцев или там шесть. И им придется, мы говорили об этом, им придется повышать военные расходы. И вот мне кажется, когда Силуанов, сейчас вот вы слышали, что он так заранее встает в оборонительную позицию против этого дела, я думаю, прежде всего он, как и Пригожин, обращает это в сторону Минобороны. Типа, даже не приходите ко мне за новым чеком, у меня больше, типа, для вас денег нет. Вот это будет очень интересный в ближайшее время сюжет. Тем более, если будет развиваться контрнаступление украинское, им, конечно, понадобятся еще деньги, а денег, вот как мы слышали, нет. Что общего у Силуанова и Пригожина, как говорится. Ну, а что у нас по свежей статистике? Видим ли мы там какие-то серьезные изменения в ту или иную сторону? И как ты трактуешь появляющиеся данные? Ну, вот 28-го числа Росстат опубликовал очередной отчет. Это данные за май. И здесь мы видим, что с одной стороны, вроде как, действительно, вот есть некое восстановление экономики, но там есть несколько больших «но». Первое «но», вот можете посмотреть на график промышленности, вроде как он так красиво выглядит, все вернулось к докризисным уровням. Но здесь опять, я не буду сейчас влезать в суперподробности, посмотрите предыдущую сводку, мы об этом говорили там, что здесь растет там на 30-40% вот все, что связано с военкой, то есть, это производство готовых металлических изделий, электронно-оптических изделий, так называемые прочие транспортные средства, да, вот. А все гражданское совсем в другой динамике, там, либо там в совсем небольшом плюсе, либо в минусе, и поэтому промышленность окончательно делится уже на военно-ориентированную и гражданско-ориентированную. Все гражданское летит, грубо говоря, вниз, а вот весь такой рост, который мы видим только за счет военки, и это зависит от бюджетных возможностей, то есть, это будет продолжаться ровно столько, пока силуанов даст денег. Следующий момент – это восстановление розничной торговли, и, кстати, вот они его считают сейчас основным драйвером восстановления экономики в целом, что у людей появляется больше денег, они идут больше, покупают, но вот мы видим на этом графике, что до довоенных уровней объем розничного рынка еще не восстановился, и Набиулина озвучила две причины, почему розничная торговля растет. Первое – это бюджетные выплаты, а здесь опять мы упираемся в то, что это пока деньги есть, пока силуанов дает. И второе – это рост необеспеченного розничного кредитования. Причем Набиулина очень интересна в такой биполярочке, она, с одной стороны, говорит, что это круто, что это подпитывает спрос, с другой стороны, она вот потом выступала в Совете Федерации, говорит, понимаете, какие-то риски серьезные для потребительского рынка в связи с резким ростом необеспеченных розничных кредитов. Так что вот это все восстановление – это хрупкая очень тема, а есть вот индикаторы, например, как грузооборот транспорта, который, как мы видим, в последние месяцы пошел сильнее падать. Это важный индикатор, который в целом показывает экономическую активность. Так что, знаешь, мне кажется, попытка такая из последних сил выдать вот какие-то благообразные цифры в сравнении с провальным прошлым годом, но фундаментального чего-то за этим нет, а на горизонте сгущаются тучи в виде вот инвестиционных рисков, в виде повышения ставки, в виде повышения налогов, в чем они нам, собственно, на питерском форуме и признались. Хорошо, ну тогда давай по более интересным и близким к народу, что называется, темам пройдемся, а именно наша любимая бытовуха. Что происходит с ней, помимо того, что скоро даже… Ну вот смотри, даже иранская какая-нибудь кола, даже ее же, наверное, сложно покупать, учитывая девальвацию рубля, потому что там же тоже валюта. Или вот вкусная и точка, или как там это называется. Есть у него смешное название, но я не буду его говорить, оно не очень приличное. Значит, тем не менее, даже они повысили все свои цены, и очевидно, что это ждет и многие другие отрасли и прочее. В общем, расскажи, что с бытовухой сейчас происходит, есть ли там какие-то изменения? Все верно ты говоришь. Вот эта девальвация очень сильно транслируется в цены, потому что итог последних 16 месяцев это то, что импортозамещение предсказуемо так и не заработало, и фактически Россия заместила весь вот производственный и потребительский импорт, который шел с запада, она заместила это дело действительно там импортом из Турции, Центральной Азии, там Ирана, Китая и так далее. Это все равно очень сильно зависит от курса рубля. То есть, действительно, там иранская или азербайджанская кола будет дорожать просто из-за того, что рубль подешевел. Поэтому первый вопрос, это, конечно, инфляционное давление. Вот, собственно, это главное, что власть сейчас беспокоит, и почему Центробанк собрался ставку повышать. Вот, кстати, очень интересный момент. Тут было много шума по поводу того, что Росстат опубликовал данные, что почти на треть с начала года подорожали в среднем авиаперевозки. То есть, это самая высокая с момента начала наблюдений в 2000 году цифра типа 7 тысяч почти рублей на тысячу километров. Хотя авиакомпании бросились все это дело опровергать, но при этом они же сами ввели с правительством диалог в последние месяцы, что если вы нас не будете субсидировать, мы будем вынуждены цены повышать. Поэтому это, как бы там ни было, это объективно. Вот, помнишь, о чем ты говорил, что сектор авиаперевозок становится премиальным? То есть, он становится более недоступным для среднего класса, да, и более премиальные услуги, эксклюзивные только для тех, кто побогаче. Следующая история, например, это в целом с санкциями очень связано. Вот, кстати, была ситуация, что у МТС был большой сбой в 12 регионах, и многие документаторы связывают с дефицитом оборудования, которое попало под санкции. И в связи с этим же сотовые операторы опять говорят о довольно заметном повышении цен. Так что вот это ползучее повышение цен как бы по всем фронтам, оно будет, конечно, людей преследовать. Еще такой момент. Опять же, то есть, вот как люди пытаются выйти из ситуации, когда все рухнуло, перспектив там нет, берут больше кредитов. Понятное дело, что это будет транслироваться в рост просрочки. План ненадежный, мягко скажем. Да, в рост просрочки. И вот, например, по данным за май, вот Форбс об этом пишет, можете подробно посмотреть, рекордный прирост просрочки по кредитным картам. Теперь просрочка составляет 12% портфеля в денежном выражении. Это много. Больше 10% просрочки, это уже как бы такое попахивает кризисом серьезным. И эксперты, которых Форбс опрашивает, они говорят о том, что банкам придется менять политику и ужесточать выдачу кредитных карт. Это значит, что, соответственно, это подрубит весь тот розничный спрос, о котором говорит Набиулина. И, кстати, вот еще раз Набиулина, выступая в Совете Федерации, сказал, что ее супер беспокоит рост необеспеченного потребительского кредита. Ее супер беспокоит рост вот этой льготной и псевдольготной ипотеки, которая надувает вот эти пузыри, которые будут лопаться. Ну и вот, кстати говоря, от ипотеки. Вот мы сегодня 30 июня записываем это видео. Все на рынке ждут даты 1 июля, когда вступают в силу очень серьезные ограничения Центробанка на выдачу необеспеченных ипотечных кредитов. Мы об этом тоже рассказывали. В принципе, цены вот видно, например, по РБК недвижимости и другим данным, что за 5 месяцев в крупных городах, там Москва, Питер, Сочи, все-таки цены на вторичном рынке ползут вниз. Но я должен вообще, конечно, выразить просто респект девелоперам. То есть, они держатся из последних сил, держат вот этот избыточный навес непроданного жилья, не снижают цены. То есть, в любой нормальной рыночной экономике уже процесс бы пошел. Но, с другой стороны, он неизбежно пойдет, потому что сколько ты не держи, у народа денег, в общем, больше не становится. Возможность набирать кредиты, как мы видим, исчерпывается, да, то есть, просрочка там растет и так далее. Поэтому, и, кстати, вот еще эксперты говорят о том, что повышение ставки Центробанка тоже снизит спрос на жилье и, соответственно, дополнительно будет фактором снижения цен. Поэтому, вот, я абсолютно уверен, что в ближайшее время снижение цен на жилье мы увидим. Хотя девелоперы держатся просто, вот, знаешь, вот, там некуда отступать. Позади Москва, там, рвут тельняшку на груди. Но жизнь и рынок возьмут здесь в итоге свое. А какие в этом плюсы и минусы? Ну, то есть, снижение цен на жилье звучит как давняя мечта огромного количества людей. Ну, для тех, кто не владеет жильем. Но как немножечко разочаровывающе для тех, кому годами рассказывали, что недвижка никогда не падает, особенно в какой-нибудь Москве. В общем, какие плюсы и минусы у этого процесса? Ну, смотри, здесь в целом, конечно же, больше плюсов. То есть, вообще, вот это фактор, который может как-то поспособствовать какому-то такому условному оживлению, потому что снижение цен приведет к росту спроса. То есть, для многих людей сегодня цены на жилье запретительные. Соответственно, если будет снижение цен, будет большое расширение сегмента людей, которые могут себе как бы это позволить. Это в целом для экономики хорошо, потому что вот этот пузырь недвижимости ценовой, он ведет к формированию сверхприболей у очень узкого набора игроков. Банков, девелоперов и так далее. То есть, они эти деньги изымают из экономики и инвестируют на Кипр. Сейчас, не знаю, куда там, в Дубай и так далее. То есть, условно, если бы мы были у власти, мы бы, конечно, все сделали, чтобы этот картель на рынке жилья разбомбить. Жилье подешевело и стало для людей доступнее. Они стали бы его активнее покупать, и этот рынок нормализовался бы. То есть, там была бы нормальная кривая спроса-предложения. Люди покупают больше, строят больше, все, соответственно, развивается. И когда у людей свое жилье, они комфортнее живут, значит, у них есть возможность повысить производительность, ну и понеслась. А вот этот пузырь, когда цены раздуты, и всю прибыль забирают девелоперы и банкиры, он развитию экономики и улучшению качества жизни людей мешает. Но, действительно, есть и проигравшие, есть люди, которые инвестировали в жилье ради того, чтобы заработать. Я хочу сказать, дорогие друзья, у вас была отличная вечеринка. Вы за все эти годы заработали прям, в принципе, так хорошо, что ну все хорошее когда-нибудь заканчивается. Поэтому, да, вы проиграете от падения цен на жилье. Но в целом, вот еще раз, не то, чтобы я хотел каких-то хороших перспектив путинской экономики, но в целом снижение цен на жилье это такая позитивная штука для экономики. И мешают этому, то есть проиграют банкиры. Почему, например, власти как бы не хотят, и всеми этими льготными ипотеками стимулируют дальнейший рост цен. Власти не хотят падения цен, потому что проиграют их любимые банкиры. Но народ в целом выиграет от падения цен на жилье. Но власть у нас не с народом, как ты знаешь. Она с банкирами, олигархами и прочее. Да, тут особо нечем удивляться. Слушай, ну, кстати, а как ты думаешь, даже с учетом снижения цен у людей будут вообще деньги? Потому что, судя по закредитованности, судя по тому, что мы видим, не сказать, что прям у людей ломились кошельки, и они только ждут, пока упадет на несколько процентов недвижимость, чтобы принесу ее покупать. В целом нет. Но я бы сказал, что если будет заметное падение цен на жилье, это будет такой релиф определенный. То есть это создаст хотя бы какую-то возможность дополнительную для маневра, потому что, когда у вас доходы не растут, все зависит только от бюджета, где деньги истощаются, закредитованность уже приобретает запредельные масштабы, ну, что вас может как-то поддержать на плаву? Ну, вот чуть-чуть хотя бы снизится на жилье. Поэтому фундаментально это ничего не изменит. Да, вот как-то прям вот революции не будет. Но, с другой стороны, это фактор, который людей в целом сможет чуть-чуть на плаву поддержать, когда все остальные факторы вот давят со всех сторон. Я как-то так это вижу. Хорошо. Ну, что? Тогда, наверное, на сегодня в нашей сводке все. Посмотрим, уж случится какой-нибудь новый мятеж до нашей следующей сводки или нет. Но будем продолжать держать вас в курсе. Спасибо тебе большое, Владимир. И до скорых встреч. Все, спасибо. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok